Мой боди из Рэдди Хорошо, доброе утро Дорогие друзья, с вами ЕБМ, еще больше минералов На канале ДТФРУ С вами триумфальный Артавас Мурадян И менее триумфальный Захар Бочаров И Паша Гардиан Болотский Гардиан Гардиан даун Как будто, знаешь, гусар По поводу настолок, надо сделать апдейт Спасибо большое всем, кто вчера Нам ноки дал на стримы Спасибо, мы поели Как обычно, в интернете, спасибо Да, было тяжело Но я справился А Драк Солс, кстати, не так тяжело В целом, хорошая игра Вот, что значит случилось Мы уже заказали, нашли в Москве Карточную игру по Бладборну и заказали ее Надо выкупить Я, наверное, займусь этим сегодня-завтра Или Арик займется этим сегодня-завтра Или Паша займется этим сегодня-завтра Или вы займетесь Сегодня или завтра Привезите, да, и все там, пожалуйста Жратвы по пути захватите в маке там И, пожалуйста, большую картошку там И сырный соус Нет, выкупим И, значит, в начале следующей недели Бладборн уже у нас, по идее, будет на руках Соответственно, Арик уже с Пашей решат, как его поставить в расписание По поводу настолки по Дарк Соусу Я уже пригласил Петра На этот стрим Есть То есть, надо Петю и Витю, конечно В четвером А, даже Витю позовем? Мне кажется, да Думаешь? Хотя Витя крамольно временами высказывается о Дарк Соус Говорит, что это игра для школьников А у которых много свободного времени Витя, Витя, Витя На самом деле это из-за того, что он там просто лажает Да Когда Петя лажал, он тоже говорил, что это игра для школьников А потом он начал тащить, и такое это лучшее, что делала игровая индустрия Вот, ну то есть, ну подумаем, окей Петя уже пригласил Да Давай прочтем донаты, потому что навалилось А мы были увлечены Потрясающей историей моего тренировка Про монитор, да, и футбол Я выиграл монитор для технических курсов Вчера на турнире LG Я сейчас такой же Ну, модель, может, другая, но тоже Курвид Ультра Вайт Курва-монитор Курва-монитор Я же, ну, помню же мою теорию, что Курва просто, это кривое Да, 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 да Ну, то есть Так оно и есть Я не знаю, если есть поляки, кстати, подтвердите, пожалуйста Если на этой планете еще остались поляки, пожалуйста, подтвердите Павел, нам нужна, а нет, мне нужна твоя помощь Мы сами справимся, я вот могу тут открыть донаты Мы сами, все сами, да Нет, не могу Я вижу Паш, нужна твоя помощь Я не знаю, с какого доната читать Я не читал еще ни одного доната От Дамира читал Ну, ты не читал ни одного доната? Нет, сегодня Студно Тема весело вскидывает 100 рублей Вообще, день как будто зря прожит Артоваз Захар Павел Здравствуйте, доброе утро Люблю вас По скриптам Я не посчитал И это мой сороковой донат Не так много, но все же Купите кофеек в честь этого А как ты это делаешь? Да, как ты считаешь донаты? Как ты считаешь донаты? Кажется, он хочет искусственно в наших глазах Увеличить себе донатную писью Да Причем частями ее поделил Да, да То есть он как бы наращивал На 40 маленьких, как это Кусочков Круголечек Вот это, знаешь, спам Который приходит в почту Типа, хотите увеличить пенис? На 40 донатов Да, да, да На 40 донатов От Тема Веселова Я думаю, что может и не ждать Вчера в чате писали, что кто-то вроде локализует Bloodborne По поводу настолки Ну пока они локализуют, мы уже купим Ну и наиграем Да Да Дамир 100 рублей скидывает Впервые решил взять один выходной на работе И посмотреть вас онлайн Ничего себе, спасибо Спасибо вам большое За огромное количество позитива Жду совместных посиделов Я стул уже купил Спасибо, Дамир, большое Береги свой стул С молодого И 100 рублей от DJ White Street Ребятки, спасибо за то, что вы делаете его лучше И берегите Пашу Так как он очень хороший друг Как вы вчера узнали Паша, твой друг пишет DJ White Street Это еще, это Guardian, вероятно Из команды Паши Паша очень хороший друг и защитник земли 100 рублей Паша, ты определил? Что? Что? В смысле, вообще не Паша? Я не понимаю, что происходит с ВК Но трансляция туда идет, но не идет Его временами клуба были А давай перезапустим просто Хочешь? Она вначале была Она сейчас ее То есть она числится идущей Но картинки туда нет Дорогу осилит идущий Если что ВК? Починись! Старый добрый мем с мужиком Из 2007 года Ладно, Паша, не пасться Потом зальем просто запись Так ты понимаешь, в чем проблема? Вот это вступление Подожди, подожди Нет, я, видишь Я уже направил в твою сторону Говори Так ты понимаешь, в чем проблема? Слишком громко будет Дело в том, что наш LG Battle Вчера так же тупил Но в итоге Видеозапись полноценная Как будто трансляция шла Просто ее не показывает на ВК Вот сейчас та же ситуация Типа трансляция есть Перезальем Ее не надо перезаливать Когда трансляция закончится Ролик будет полноценный Нормальный Он будет работать? Да, он будет в LG Battle Работает Так, Mail.ru Соберитесь Почините, пожалуйста Трансляции в ВК Спасибо Ну вот Сейчас в Mail.ru офис Один такой Работник Скидывает на ушки И такой Мурадян Сказал Починить ВК И такой На сто этажей Наверх Начинает бежать К Дурову Или кто там Отвечает за ВК Сейчас В моем мире Это все еще Дуров Сработало Спасибо Mail.ru Стрим сделайте Не, не Все нормально С стримом что Спустил второй Все нормально Работает Все Спасибо Спасибо Всем Причастным Особенно Павлу Видимо потому что Он справился с проблемой Юли Дэй Скидывает 100 рублей И говорит Вот интересно Многие игровые журналисты В России Вкладывают в акции Разработчиков или издателей У вас же много инсайда Нет Ни разу в жизни Не слышал Чтоб кто-то Вообще Ни на одной тусовке Никто не приходил И не говорил А вот с утра Я купил себе акции Юбисофт Бортки бы новые купить Вот да Как бы И 100 рублей еще От Темы Веселова Не помню Про что в конечном итоге Или нет Просто смотрю Историю с писаний Говорят что Нормально Люди смотрят Все сложно Как нам поступить Нагрузка 100% Сильно запаздывает Нагрузка 100% Это значит идет Печально Ты разозлил Твич Говорят Я разозлил Пашу Что будем делать Павел Расскажи Можем перезапустить Пока мы не начали Я думаю Можно Ну мы уже начали Окей Я пока что Почитаю комментарии Купил себе акцию Юбисофт Теперь могу сидеть На своей вышке И наблюдать У нас сегодня Есть хорошая новость Про Юбисофт Которая тебя Вероятно Как владельца Акции этой компании Порадует Хотя скорее Огорчит Ну Молодец Хорошее вложение Игражуры Не умеют Встримы Стримеры Умеют Странно У меня все нормально Вроде лучше стало Норма Все тикаем Все работает Все работает Странно Люди говорят Что все нормально Красавец ВК работает Норма Все Естественно Она работает Так может Если пишешь Все норма Значит ничего Уже не запаздывает Может все хорошо Может продолжим Поша чувствует Напряжение Волнение В силе Вот даже Смайлики Из ВК Пришли Смотри Чулиса Молодец Захароксиновый Сезон Силикон Вэли Я еще не смотрел Но три сезона Предыдущих Просто топовые На одном дыхании Десять из десяти Я Априорно Советую Потому что Сто процентов Насколько сильно Паш запаздывает Ты не знаешь Я понял Это все Что ты мне можешь сказать Да Это запоздание Значит Пишет все хорошо Но если люди пишут Что не запаздывает Вот Захар не запаздывает Дарь вообще Ну камон Показатели Не могут брать Хорошо Что будем делать Ладно Давай предложи решение Что нам делать Паш Вести передача Пока Окей Погнали тогда Интересное На сайте Представляет Захар Захар Бочаров Что ждет World of Warcraft Разработчики О будущем игры Действительно Что же ждет World of Warcraft Может ты умрешь уже Умри 13 лет Я вчера посмотрел 2004 год Дата выхода World of Warcraft Больше чем мне Пожалуйста Дайте мне умереть Должна говорить Эта игра Но Blizzard рассказывает Как они справлялись С ошибками В начале жизни Вов И как планирует Развивать Знаменитую ММО Он даже не Даже не надейтесь Это Это Про дайте мне умереть Ты Ты смотрел Фамилия Да Да Конечно Мы в отрывхами Да Там была В одной серии Я не помню Почему В очередной фантазии Снеговик стоит И у него такая Волшебная шляпа Благодаря которой Он может разговаривать Он такой Привет ребята Кто-то там пробегает Мимо Сбивает его Шляпу Он весь разваливается И дети берут Шляпу ему накладывают На голову Он весь размазан Он уже такой Нет сними Я с меня сними Господи Потому что шляпа Его оживляла Blizzard не собирается Снимать шляпу С Варкрафта Вот что я хочу сказать С World of Warcraft Очень большой материал От фаната Этой игры Алексея Сегабатулина Вы можете Почитать Наш супер Пупер Мега редактор Подготовил для вас Этот материал Правильная игра Правильное время Генеральный директор Activision Эрик Хиршберг Рассказал Порталу Полигон Почему его компания Решила вернуть Call of Duty В эпоху Второй Мировой Не будет русских Ну подожди Не доказано еще Генеральный директор Activision Эрик Хишберг Рассказал порталу Polygon, почему его компания Решила вернуть Call of Duty в эпоху Второй мировой Можете почитать Там не так уж много, но зато с цитатками И со всем пониманием вопроса Русские, кстати, я уверен, что будут Но скорее всего в мультиплеере Нет, почему не будет Там нет ничего про присутствие То есть русские могут быть как Неиграбельные персонажи Да, как неиграбельные персонажи, естественно Ну в смысле В том смысле, что нет компании Из-за СССР Нет компании, да, это печально Но это обсудим Просто совсем говорить, что не будет русских В игре про Второй мировой Ну окей, в фильме Спасти рядового Райна Русских нет Ну там история вообще одна Да, конкретная Там не пересекайся Краткий список произведений искусства В которых нет русских Это Все Вот это вот все раскатывается В Razor Nars не помню вообще Ну ладно, сейчас обсудим Надо было заставить Забрать чисто русскую команду Чтобы она разрабатывала Call of Duty World War 2 без русских И такие сидят Сука Иди сюда Иван, подойди Посмотри ассет этого Янки Как тебе нравится Не добавь ему говна на лицо Вот как бы Вот такая вот история Про Call of Duty еще поподробнее поговорим Сейчас я поел с трейдером Вы наверняка видели Да, в теме дня уже И хотите жаждете услышать наше мнение У нас есть парочку донат Мистер Виски Скидывает тысячу рублей Неплохо Привет, ребята Во многом благодаря Артек Я так понимаю Артек? Это лагерь Это лагерь такой детский, да? Я недавно приобщился к Dragon Ball Поздравляю тебя Хороший лагерь Посмотрел первый сериал Чуть больше, чем за неделю Несмотря на свою наивность Он очень крутой А с появлением Пиккола Даймао Это персонаж или что? А, окей Ты лучше не шути над его именем А то он тебе наваляет Сериал стал очень эпичный Представляешь, что меня ждет Следующих сериалов Дальше больше Ну, то есть там эпичность Только нарастает Твоя любовь к Dragon Ball Стала монетизироваться Еееей Дамир скидывает 100 рублей Говорит Кстати, привез с командировки Из Лондона Джек Дэниелс Предлагаю встретиться И ее распить Или просто пиво Посидеть Попить Хорошо Давай соберем всех, кто предлагает Да Дамир К Сербии Возможно, это один персонаж Возможно, это один персонаж Дамир 85 скидывает 100 рублей Да, и пишет Я думаю, что это Дамир и Юах Окей Ну, хорошо Свяжись А Я понял Хорошо Да, точно Господи Мы уже это обсуждали Отлично Можно Дамир Вполне Да, почему бы нет Командировка из Лондона Ммм Ждем каких-то новых новостей По поводу Таркова Новые новости Ей Разрушенный Лондон Добавит в качестве карты Блин Как я оказался из Таркова В Лондоне Это что за трындец такой Нет, это просто Пригород Лондона Да, да, да Точно Тарков Уже непонятно Где располагается Вот Еще одно мнение Спасибо большое за донаты Друзья Еще одно мнение Проработанный город в РПГ Лучше, чем открытые пространства Тёма Веселов пишет Просто спасибо Просто спасибо Спасибо Детали важнее километров лесов Журналист PC-геймер Джоди Макгрегор Написал материал о том Почему современным РПГ Стоит избавиться От огромных просторов Да Всем играм надо избавиться Кроме GTA От открытого мира Ага, Horizon линейная Была бы вообще У Зельда Вот эти коридорчики Побольше Да Да Я никогда таким счастливым Пашу не видел Клянусь Он только что так хихикнул Мне кажется, как в детстве Он хихикал Такой Абсолютно беззаботно Да Джоди, да Макгрегор Написал материал о том Почему современный РПГ Стоит избавиться От огромных просторов И ограничить карту Одним насыщенным И проработанным городом Вроде Таркова Вот И интересная точка зрения По поводу игр в открытом мире И как им стоит развиваться И Не стоит Им стоит умереть Да Вот Соответственно Вот эти статьи Мы сегодня хотели для вас подсветить Можно перейти к основному блоку Да Или по ссылке на статьи Когда будете смотреть запись Основной блок Для современных консолей Анонсировали ремастер хоррора Про который я вам сейчас Наверное Впервые Расскажу Да 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 Блин Паш Все Ты опозорил Это такое популярное слово Как теперь-то А? Как жить дальше? Теперь это абьюз Вместо использования К 25-летнему юбилею Night Trap А именно так называется Игра Которую вы сейчас впервые услышали Компания Limited Run Games И компания Которую вы впервые сейчас услышали Подготовила переиздание Проекта Night Trap Принадлежит к жанру FMV игр Full Motion Video Рандоу с незнакомкой Да Подобные проекты состоят из видеороликов С реальными актерами И требуют от пользователя Минимального участия То, что любит Павел И такой Дэвид Кейс Что, так можно? Дэвид Кейс Так можно было, что ли? Да В хорроре геймер получает доступ К камерам наблюдения в доме Где группа девушек устроила вечеринку Да Да На них компания Вампироподобный На компанию Нападает Вампироподобные существа Вампироподобные То есть это не вампиры А вампироподобные Если у них есть Смотри, какая-то религия Это у них есть преподобные Вампироподобные Они такие приходят О, преподобные Вампироподобные Отпусти мне грехи И пользователь при помощи Ловушек Спрятанных в особняке Должен спасти героин Игра вышла в 92-м году Должен спасти героин Для системы Sega CD Вы, наверное, не видели ее никогда В жизни-то Вот Да, эксклюзивы Sega CD теряет эксклюзивы Спасибо консольщикам За этот тест Получилось Старым консольщикам Получилось Сдержанные отзывы пресса А также вызвало Недовольство Политиков Еще бы В 92-м году Игру посчитали Чрезмерно жестокой Поставив ее В один ряд С Mortal Kombat В результате Сняли с продаж Накануне Рождества В двух крупнейших Торговых сетях В Америке Toys R Us Который я всю жизнь Читал Toys Rus Ну вот У меня просто С ним связаны Особые воспоминания Я про этот магазин Ничего не знаю Кроме того, что в детстве Прям в детстве У меня Ну то есть Не в детстве 10 лет назад А в детстве основал и сейчас такой плотист у меня был журнал, каким то образом попавший ко мне в руки из этого магазина и это А пошёл в каталоге в детстве это не просто каталог это каталог во времена, когда вообще нет ни интернета и там были заморские игрушки я смотрел на него обычные или видео? нет какие видео? а чё это? я говорю в детстве чувак Ну мое детство, ну ладно. Да, в твое детство это старость моя. Можно там такой конк, и ты такой... Нет, там типа всякие крутые фигурки, еще конструкторы. Я его разглядывал раз в сто реально. Он у меня в труху почти превратился. Где-то еще до сих пор лежит, если найду, обязательно принесу. Да он в том пакете, который ты привез со своей квартиры. Да, да, да. И KB Toys, второй магазин, про него ничего рассказать не могу. В 94-м году Sega прекратила поставлять игру в магазины. Во время слушания в сенате США противники Night Trap назвали игру позорной, ультражестокой, тошнотворной и отвратительной. Что делает ее хорошим кандидатом для стрима. Смотрите сегодня, да, All Class 2. Помимо этого, разработчиков обвинили в пропаганде насилия над женщинами. Видимо, ну типа потому что вечеринка подожжанская. Вот, в 94-м году это все происходило. После того, как шумиха вокруг хорора улеглась, цензируемую версию Night Trap все-таки выпустили на приставке 3DO, Sega 32X, а также на компьютерах под управлением Apple и MS-DOS. Все самые популярные платформы, которые были, на них вышла эта игра, которые были у всех. Смотри, у Panasonic уже нет консоли, у Sega уже нет консоли, у Apple уже игр нет. Пич-плиз, да. Давно, а MS-DOS уже, ну вы сами понимаете, где MS-DOS сейчас находится. Нигде. В местах не столь отдаленных. Производством ремастера Night Trap занимается компания Limited Run Games, которая специализируется на выпуске коллекционных изданий видео и релиз запланирован на весну 2017 года. То есть сейчас. Классно. Слушай, до конца весны один месяц остался, на PlayStation 4 Xbox, он, я очень хочу поиграть. Потому что это какой-то, ну, какая-то хрень, реально. Ты читаешь и такой думаешь, ловушки, видеоигра, видео, причем. Девушки, вампиры, видео. Нет, не девушки. Видеоигра в прямом смысле. Девушки веселятся, вампиры, полувампиры нападают. Поражатся, да. Давайте поговорим про порнуху иного толка. СМИ говорят, что Вивенди планирует целиком приобрести Ubisoft в ближайшее время. Не уберегли. Если бы не выпустили, кстати, Wildlands, я думаю, никто бы их не купал. Конечно, бог бы простил, если бы не выпустили Wildlands, но теперь он в ярости. Вивенди сейчас смотрит, так, плохая игра. Да, ну нахрен надо, брось бяку. Подождите, они умеют делать так себе игры, которые продаются очень хорошо. Давайте их купим, срочно. Эта мысль была еще, когда они начали выкупать их акции. Но таким образом, руководство медиаконгломерата хочет пресечь опасения инвесторов, связанные с финансовой стратегией и падением стоимости акции. Об этом сообщает портал Reuters. Помимо французского игрового издательства, Вивенди собирается приобрести, а Рик пьет слезы своих противников, рекламную компанию Havas. После этого корпорация... Havas, если я не ошибаюсь. Ну ладно. Вступит во второй этап инвестирования, сообщают источники из Reuters. На данный момент, Вивенди принадлежит 25% акций Ubisoft. Согласно законам Франции, после приобретения 30% активов, медиаконгломерат получит право выкупить издательство целиком. Впервые корпорация начала скупать акции видеоигровой фирмы в октябре 2015 года. Вы еще могли наиграться в игр от Ubisoft, а теперь уже, скорее всего, момент упущен. В сентябре 2016 года состоялось заседание акционеров Ubisoft, на котором руководство компании обсудило активность Вивенди. Представители издательства... Нас покупают. Нееет! Представители издательства активно выступили против поглощения медиакорпораций. Ну почему вы ничего не сделали? Я просто не уверен, что можно что-то сделать. Судя по всему, насколько я понимаю, я не силен в этой истории с акциями, потому что там все очень сложно. В целом, ну то есть, ты думаешь логически, ну то есть, как у них это работает? Ты же выходишь на биржу с акциями, и ты в этот момент становишься не очень защищен, потому что теоретически твою компанию могут завладеть кто угодно. Да. Вот. Почему выходят люди на биржу тогда? Это уже другой вопрос. Я предполагаю, что это связано с тем, чтобы зарабатывать больше денег. Провысить капитализацию фирмы в целом, да, я только в общих четвертах знаю. В этом ничего не понимаю, да. Вот. Ну, типа, да, ты тогда идешь на риски, что твои акции, которые ты и разбазариваешь, могут просто купить и все, и потом тебя на стул усадить. Усадили на стул Ubisoft. Мистер Виски. Подожди, ты читай новостный. Окей. Ну там уже, как бы, лирик. Нет, там нормально. Среди с новейшей угрозой покупки со стороны Венди, видеоигровая компания спустила акцию Where Ubisoft на своих страницах в соцсетях. Издательство разместило соответствующий логотип и провозгласило таким образом свою независимость. Не работает. Что-то не очень получилось. Не работает, парни. Аватарки в Фейсбуке все же не работают. В июне 16-го года Вивенди поглотила другую французскую компанию GameLoft, основанную братьями GameMo, руководителями Ubisoft. А про 25% ты не прочитал? Прочитал, да. Да, они же могут теперь 30% в Фейсбуке, да, завладеют 30% и все. И GameMo младший, кстати, ушел из GameLoft. То есть там же сидел его младший брат, я забыл, к сожалению, имя. А в Ubisoft сидел старший брат. И GameLoft часто делал игры по лицензии Ubisoft. И сейчас, когда Вивенди поглотила GameLoft, оттуда ушел операционный директор. И, ну, в целом они продолжают, как бы, работать, тоже выпускают игры. Как бы, ну, это мобильный сегмент. Тут, мне кажется, не так сильно заметно, вот, смена руководства. Но все равно обидно. Вероятно, всего, Ив уйдет, если поглотит Вивенди. Он, по-моему, об этом говорил, потому что говорит, это дело моей жизни. Я вот эту строю компанию в соответствии со своими планами. Я не хочу... Do something! Я не хочу... Ну, все уже, момент упущен. Не знаю, можно же взорвать Вивенди. Денежным мешком, например. Скиньте денег на тротил и его GameLoft. Выкупите у них обратно акции свои. Давайте кто-нибудь, да, вот сильные донатеры. 25% акций Юбисофта вперед, Вивенди, выкупите. Вот это настоящий челлендж. Не знаю, на самом деле, я, знаешь, скажу ужасную, наверное, вещь для всех поклонников Юбисофта. И для самой Юбисофта. Так. Я не уверен, что это как-то сильно отразится на качестве продукта в худшую сторону. Вероятно, они просто начнут выпускать каждый год Far Cry, каждый год Assassin's Creed, каждый год Monster Hunter. Ой, а раньше-то этого не было, наверное. Ну, раньше они хотя бы скипали, но в смысле... Нет, они не скипали... Это подручный экспериментальный проект. Это да. А, не факт. Вы чего вы так думаете? Ну, потому что Вивенди очень жирно ориентирована на четкое получение прибыли. Эксперименты ей не нужны. А Юбисофт, ну слушай, все ориентированы. Юбисофт, она заботилась немного об имидже все же своем. Мне кажется, что Beyond Good and Evil 2 можно не ждать, если купят Вивенди и Юбисофт. Да не, я... Потому что, типа, блин, игра про поросенка и зеленые губы журналисты... Я настрою не так депрессивно, как ты. Посмотрим. Мне кажется, что может быть хорошо. Вивенди – это медиаконгломерат. Им нужно четко очень-очень-очень-очень много бабла. Юбисофт просто нужно было очень-очень много бабла. А тут, типа, блин... Ну, мне кажется, что это как раз-таки не сильно влияет. Виноваты вы, конечно. Потому что они... Даже большие, как бы, компании, которые владеют многими другими, более мелкими компаниями, прекрасно понимают, что нельзя душить эксперименты, потому что это тоже, ну, типа, развитие. Ты не можешь просто грести бабло, потому что оно рано или поздно кончится без экспериментов. Поэтому я думаю, что они не будут, там, не такие большие затраты, мне кажется, на эти эксперименты, потому что там не супер какие-то бомбические игры. Ну, помнишь, рассказываешь, что Ubisoft, у них есть такая тема, что из серии, там, до 5000 долларов, по-моему, бюджета, или до 15, они могут дать свободно каким-то начинающим разработчикам. Смотреть на их прототипы. Это не бюджет вообще для игры. Я думаю, больше не будут давать после того, как... Ну, посмотрим, безусловно, нельзя предупреждать. Ну, то есть я не настроен так депрессивно, мне... Я не считаю, что в целом, при том, что у них есть хорошие очень проекты, именно имиджевые, вот, мне не все ААА-проекты нравятся. Возможно, с приходом Vivendi, например, если это произойдет, все может изменить цены, типа, в лучшую даже. А Activision Blizzard себя, по-моему, обратно выкупило все же, в конечном итоге. Ну, Ubisoft может. Возможно, у них творческие пути разошлись, конечно. Ну, и эти смогут... Я не думаю, что это, типа, какая-то такая прям, о, боже, все, наш любимый Assassin's Creed перестанет выходить или начнет выходить слишком часто. Да вспомни, Ubisoft выпустил, когда, позапрошлом году, три Assassin's Creed'а сразу. Ну, я, кстати, уже соскучился. Или сколько? Не, я, ну, я не соскучился. Не, я соскучился. Хочу хороший Assassin's Creed. То есть... По-хорошему много. Да, по-хорошему все скучаются в второй части игры, все еще. Ладно, пришло несколько донатов от мастера джедая 87. У него появилась приписка. Тоже присоединяюсь к предложению как-то посидеть с пивком. И можно даже с приобретенными настолками, кстати. Захар скинь в твит или где-то еще ссылочку, где заказывал. Я выкуплю, потом скину. Загугли. Вообще, да. Да. Поиск Яндекса в целом выдает нужный. Да, да. Даже, даже если ты нам кидаешь денег, это не освобождает тебя от необходимости гуглить. Находиться в интернете. Которую тебе нужна, да. К сожалению. Мистер Виски 101 рубль скинул и пишет. Благодаря Арику гребанная автокоррекция. Он пишет. Он писал, благодаря Артеку. Вы поняли? Ну что ты, шутки же. Вот. Забавно, что Пикколо Даймао она никак не передела. Ну, потому что там, мне кажется, нет похожих слов. Скажи спасибо, что автозамена не превратила Арика в Вуки, потому что мой телефон... Ну, то есть мне приходилось написать, там, перечислять имена. Вот. И мое имя обвиняют на Вуки. Дорогие зрители, у нас случилась беда. Автокоррекция превратила Арика в Вуки. Поэтому с этого выпуска он будет в формате. У меня наоборот. Автокоррекция настолько часто использует твое имя, я объюжу в переписках, что у меня любое слово на А, он предлагает мне Арик. Я такой, нет. Не только Арик, есть еще куча слов на А, которые я использую в лексиконе. Арбуз. Да. Я СНС, 101 рубль присылаю. Да, спасибо, мистер Виски. Ребята, спасибо за совет посмотреть сериал «Черное зеркало». Это лучшее, что проникало в мое сознание за последние полгода. Да, спасибо. Спасибо тебе. Мы рады, что тебе понравилась хорошая вещь. Да, спасибо. Спасибо тебе большое. Надо посмотреть третий сезон. Надо, я тоже не досмотрел. Ну, все так его ругают, что мне не хочется. Он неоднозначный. Да. Ну, в смысле, не такой. Ну, говорят, что он просто слабей. Он не такой похож на Вуки, как название песни какой-то российской эстрады. Похож на зиму. Он не такой похож на Вуки. Ладно. Источники Вера Геймера проверка и разработка сиквела «Alien Isolation». Слава богу. Ну, я не очень люблю «Alien Isolation». Вчера обсуждали это с вашим. Почему не любишь? Ну, игра, где надо шкериться все время. Ну, такое. Ну, подожди. Не очень. Жанр такой? Не очень. Ну, не надо. Хоррор вот Resident Evil. Вот есть у него хорошая формула? В смысле, есть. Они только к ней пришли вообще. В седьмой части. Ну, блин. Раньше это не было хоррором. Ну, четвертый тоже был. Первые три части были хоррором, потому что камера была кривая, пипец. Да. Ну, короче, блин. Я не фанат «Alien». Я порадовался этой новостью. В «Alien Isolation» есть оружие. Я знаю. Я его мало. Я играл в «Alien Isolation». Но все равно это как бы паттерн. Мне что не нравится. Вчера с Пашей вывели. Рваная динамика геймплея. То есть есть отрезки, когда ты реально, очертя голову, бегаешь просто там по всему кораблю с высочайшей динамикой. Которые сменяются отрезкой минут по 20, когда ты реально вынужден там прятаться под кроватью, в шкафу и так далее. Искать боеприпасы. Я тоже. Я очень нервую прятаться в играх, потому что это как-то, не знаю, утомительно. Даже не то, что страшно. Просто вот меня это утомляет. Когда надо прятаться и ждать, а потом подгадать момент. И ты не очень всегда понимаешь, как действует враг. Вот в «Резиденте в седьмом» это тоже есть. И ты не понимаешь, какой у него этот, типа, дэмэдж. Как он тебя убьет, не убьет. Что будет? Я очень теряюсь, когда вот бегаю по дому бейкеров, а потом внезапно этот парень может проломить стену в любой момент и выброситься перед тобой. Ну, то есть, блин, когда я играю в игру, должен быть какой-то контроль над ней. А тут как бы это все немного бесконтрольно. При этом не дают оружия, а надо очень много прятаться. Это игры для мазохистов. Немного в разрез идет с... Ну, смотри, Dark Souls тоже игра над мазохистом, но у тебя тончайший контроль над происходящим. Не считаю, что Dark Souls играет для мазохистов. Ну, она суперсон. Она игра... Ну, у нее есть, знаешь, такое качество, которое есть не у многих синглплеер игроков. В ней есть соревновательный момент. Да. Ты соревнуешься сам с собой, ну, то есть, и против круто сделанных мобов. Ты всегда знаешь, почему ты проиграл. Да, но тут ты не получаешь удовольствие от процесса смерти, ты получаешь удовольствие от побед. Ты растешь, ты как бы над собой. А в Изолейшн, ты должен получать удовольствие от того, что ты шкиришься, действительно некомфортно. Ты постоянно лошара, то есть, постоянно может выскочить этот чужой из вентиляции и начать тебя нагибать. А у тебя патронов нет ничего, потому что, почему 25 последних минут ты лежал под кроватью. И как бы вот это вот, ну, типа, не знаю. В Outlast сегодня поиграем, приходите. Будет здорово. Там вообще оружия нет. Да. Ну, вот. Собственно, источник Еврогеймер заявил, что производство Alien Isolation 2 не входит в планы студии Creative Assembly. Ранее сайт PlayStation Universe, ссылаясь на печатное издание Official PlayStation Magazine, сообщил, что к разработке сиквела приступит команда авторов Halo Wars 2. Нет, спасибо, я не голодный. По последней информации, подразделение уже занимается новым проектом, не связанным со вселенной Чужого. Halo Wars 2, I'm not hungry, DLC-пак. No thanks, I'm not hungry, DLC-пак. Также источник сообщил, что большинство авторов оригинальной Alien Isolation уже не входят в штат Creative Assembly. Упоминание их имен в титрах Halo Wars 2 носит чисто символичный характер. Издевательский характер. И чтобы вы хотя бы из-за этого купили игру. В интервью Game Industry Biz руководитель... Ты знаешь людей из Creative Assembly по именам, да? Вот эти знаменитые... О, Алекс Пирс, он же работал над, не знаю чем, над моим домом или над моей ванной. То есть вот эти все ветераны индустрии. Нет, наоборот, это Alien Isolation. Про них знают люди больше. Да. Ну, теоретически. Согласись, это может быть причиной. Я придумал классную идею, дневников-разработчиков Alien Isolation. Бежишь от Чужого, такой запираешься в шкаф, а там... Привет! Сидит такой чел, я Роберт Пирс, и я хочу рассказать, как мы сделали геймдизайн для этой сцены. Для этого шкафчика, в котором ты сидишь? Шепотом причем еще говоришь, чтобы тебя не услышали. Такой наклонившись прямо над плечом. Типа, мы думали долго как разнообразить эту сцену. Блин, было бы классно. Или под кровать такой залезаешь, что ты за ногу... Блин, у меня появилась хорошая идея игры. Но она конфликтует с... С драмым смыслом? Нет, с правами копирайта. А, ну расскажи. Путешествовать по разным мирам и делать вот то, что ты говоришь. Ну, то есть ты попадаешь в игру, то есть ты не главный герой игры Alien Isolation. Но ты путешествуешь через все эти разные игры. Ты можешь подсказывать? Нет, и разработчик такой начинает тебе впаривать. То есть, ну, довольно забавно можно постебаться. Вот. Ну, окей. Да. Я подумал, что все, сейчас я сделаю эту игру, я буду плакать. Вот. Но проблема в том, что тебе надо путешествовать по чужим играм, чтобы был максимальный эффект. Ну, то есть попадать в реальные игры. И это такое, ну, то есть Ральф Стайл тоже, ну, то есть, который путешествует. Ну, кстати, в играх такого никогда не было. Кстати, не было игры по Ральфу. Нет, что-то наверняка было. Не помню, ладно, может тоже языкопирайта. В кино такое оно бывает. Ну, то есть в разных книгах и прочих. Попадают люди, ну, главные герои в разные миры. А в играх я такого не могу припомнить, чтобы прям четко попал в кулы в дюйти, например. Знаешь, просто, типа, очень много работы. Так ты, как бы, один мир прорабатываешь, а так тебе надо все же, ну, типа, и с полигональными. Можно, а сцены попросить. Ну, типа, да, ну, как бы и геймплейно, и полигонально надо очень много разных вещей прорабатывать. Мне кажется, это за бюджет вылезает сильно. Ну, тут даже дело не в бюджете. Мне кажется, это основная проблема с правами. Ну, ладно. В интервью Game Industry Biz руководитель Creative Assembly Тим Хиттон сказал, что команда гордится Alien Isolation. И еще бы, одна из их лучших игр. Однако из-за слабых финансовых результатов хоррора разработка второй части несет слишком много рисков. В течение первого года после релиза Alien Isolation тираж игры составил 2 миллиона 100 тысяч копий. Это, ну, довольно немного, скажем так. Вот, ну, раньше это был бы огромный успех. Но это в два раза больше, чем у Order 1886. Как же ты, когда ты ее забудешь? Мне кажется, настанут времена, когда люди забудут про то, что были видеоигры в принципе. Про существование PlayStation 4. И твой пра-пра-пра-правнук скажет, А вот 1886, мой пра-пра-пра-пра-прадед играл такое говно. Четыре часа. Всего миллион копий, брат. Где сиквел? До сих пор жду. Alien Isolation, да, два миллиона копий. Во времена PlayStation 2 это был бы феноменальный коммерческий успех, а сейчас, если меньше четырех миллионов, все, пока. Но это особенно проблема в том, что это мультиплатформа. Да. Для мультиплатформы это очень мало, к сожалению. Ну, к несчастью. Да. Пожалуйста. Мастер Джедай 87 скидывает 244 рубля 17 копеек и говорит, гуглить не проблема, но если есть проверенный источник, то предпочитаю пользоваться им. Google самый проверенный источник. Но, кстати, без шуток, да, Google реально знает все, даже больше, чем мы. Но мысль понятна, спасибо. Хотя, кажется, в это невозможно поверить, но да, Google знает больше нас. 100 рублей скидывает Дамер, говорит, кстати, Захар, огромное спасибо за совет почитать книгу Сафрана Фуэра. Лучшее, что я читал за последнее время, вот думаю, что еще почитаю. Посмотри теперь фильмы оба, потому что оба фильма топовые. И вторую книгу можешь прочесть, я сейчас... А какую ты советую? Я жутко громко, которая вторая. А, вот я ее читал, я все освещено так и не прочитал. Тоже очень хорошее. Советую. Да, я смотрел все освещено, просто кино вообще. Отлично, да, конечно. Я когда, я был в восторге. Этот, как его? Элайджи Вуд? Да, в этих качках, с холодной картошкой. Я так счастлив, что Элайджи Вуд после «Властелин колец» не превратился в Марка Хэмилла. Он наоборот, да. Да, он расцвел, он в таком многообразии крутых фильмов сыграл. Да, да, да. И вот это вот детективное агентство... Дирка Джентли, да. Да, в последнее время тоже, он там у него абсолютно другой образ, очень классно. Я, к сожалению, в последнее время не так много читаю, и все это преимущественно связано там с какими-то типа научно-популярными темами, поэтому ничего тебе больше не посоветую, в пустую не стану этого делать. Но приятно, спасибо. Фильмы посмотри. И, кстати, я хотел сказать, что в фильме «Полная иллюминация» полностью вырезана вторая сюжетная линия, которая есть в книге. Там еще есть линия в прошлом. Она не так важна с точки зрения сюжета, но очень любит эту атмосферу. Да, про деревню, в которой он жил. Вот. И там есть дикие моменты, например, ну, то есть там допускаются элементы сюра. Например, на лесопилке парню в голову попадает циркулярная пила, и он с ней дальше живет, потому что ее не смогли вынуть, но при этом он не умер. И из-за этого у него есть некоторые там мозговые помешательства случаются. То есть вот какие-то такие кодзимовские элементы есть, я очень советую. У меня, кстати, есть для тебя книга, Дамир, Иена Бэнкса «Осиную фабрику» прочитай. Мне кажется, тебе должно понравиться. Прочитай «Осиную фабрику». Если не понравится, не возвращайся. Вот. Фрута няня закинулся, а ты напишешь на пеленке Полинки. О, мы с вами фрута няня. О, отвратительно. Да. А авторы Бернаута... Я аж почту закрыл от отвращения. Я аж почку отпустил от отвращения. Авторы отверг. Отверг почку. Организм отверг почку от глупости, которую ты сказал. Авторы Бернаут превратили популярный режим своей игры в отдельный проект. Снова. Новости монетизации. Danger Zone поступит в продажу уже в мае. Об этом сообщает Еврогеймер. Студия Free Fields Entertainment, основанная создателями серии Бернаута. Они должны взять в саундтрек песню Electric Six, Danger. А, да. И что-нибудь вообще должно быть жирный саундтрек. Ты все же запускаешь в Danger Zone, у тебя играет Danger, Danger. И все, в целом, по эмоциям уже разбилось. Да, да, 10 из 10. Нет, гей-бар не надо. Это для какой-нибудь другой игры. Гридущий проект получит гоночный пазл в Danger Zone. Выйдет на ПК и PlayStation 4 в мае по цене около 13 долларов. Стоимость в России не сообщается. Как отмечает Еврогеймер, после релиза прохладно принятой критиками Dangerous Golf... Прохладно принятой, никому она не нужна. Фанаты просили... Да мы минут 15 рассуждали по поводу того, что гольф, в котором разбиваешь унитаз, это странная игра от создателей Бернаут. Не совсем то, что мы ждали. Алло, Бернаут, где нормальная часть? Фанаты попросили от авторов Бернаут выпустить новую гоночную игру, и они пошли навстречу, но тоже выпускают кусочек. Dangerous Zone это кусочек, вдохновленный Crash Mode с самым популярным режимом Burnout 3 Takedown. Игрокам предстоит посоревноваться с друг с другом в умении устроить самую дорогостоящую автомобильную аварию. Лучшее, что было в Бернауте. Да, это неплохо. Лучшее. На старте в Dangerous Zone будет около 20 различных сценариев, отличающихся дорожным графиком, расположением объектов и окружением. Если игрок уничтожит достаточно машин, то для дополнительного эффекта его автомобиль разрешат превратить в мощную бомбу. Предыдущая попытка студии сделать аналогичную игру на тему гольфа закончилась неудачей. Рейтинг проекта на Metacritic составил 56%. Обозреватели ругали проект за перенасыщенность деталями, слабую оптимизацию, незавершенность идеи и долгие загрузки. Мне кажется, надо стримить Бернаут какой-нибудь старый. Ну... Паша, у тебя есть Бернаут? Старый. Второй. Не, Бородайс у меня есть. Бородайс фигня. Как Бородайс фигня? На ПС-2, да-да-да. Ты фигня? Ну, и на ПС-2 выходили очень хорошие Бернауты. На ПС-2 были отличные Бернауты. Да, Парадайс отличный Бернаут. Отличный Бернаут второй. Вот он отличный. Остальные... Парадайс уже... Ну, Парадайс уже хуже. На ПС-2 у меня ПС-2 не было. Парадайс хуже намного. У меня есть ПС-2. У меня тоже есть ПС-2. Много у кого есть ПС-2? Нет, вот игры нет. Надо посмотреть на Авито, но точно второй надо, потому что он топовый просто. И первый топовый. Ну, типа, вот первые два, они, ну, не превзоединены, вообще. Я очень расстроился тем, что ты сказал. Я спустя много лет, когда я узнал, что на ПС-3 есть Бернаут Парадайс, что-то захотелось поиграть в него. Мы с другом, типа, купили, скачали по-быстрому и начали играть. Ну, типа, такое, типа... Парадайс отличный. Я его весь прошел. Но, типа, мы с района со старыми вообще не рядом. Прошел полностью игра говно. А? Нет, мы по очереди играем в гонки. У нас, типа, свой ритуал, не спрашивай. Причем, про Дайс, он еще был одной из первых, ну, хорошо сделанных гонок в открытом мире. То есть, возможно, тебе не понравился именно этот аспект? Открытый мир вообще, я не знаю. Зачем? Мы же даже рассуждали на этот счет. Зачем открытый мир в гонках? Он бессмысленный, ты все равно едешь от точки до точки, чтобы начать миссию, которая отдельно запустится. У тебя нет... Ну, в процессе ты получаешь удовольствие. Нет, абсолютно. Утомительная езда от точки до точки. Абсолютно. Не играй в Test Drive Unlimited. Не буду играть в Test Drive Unlimited. Не буду играть в Test Drive Unlimited. Потому что для гонок вообще открытый мир нафиг не... Ну, сейчас есть как бы современные гонки в открытом мире. Как она называлась? Cars? Project Cars? Нет, которая... Как она? Drive. Я забыл. Юнисофт вот эта, гонка. Ааа, Crew. Crew, господи. Там какое-то вот слово такое. Было простое, дженерик. Мне не очень понравилось Crew, но там был классный в самом начале, когда едешь по Arctic Monkeys. Как раз в городе, у тебя еще нет миссии. Но там есть, собственно, открытый мир. Ну, вот... Не знаю. Я не понимаю. Вот гонки... Это гонки. Для меня эталон гонок. И вообще про гонки у меня очень странные. Позиция Need for Speed Pro Street. Эталон. Ладно, давай перейдем к новости, где каждый сможет обосрать. Объект обсуждения. А не только ты. Майкрософт показал графику на Scorpio при различных разрешениях экрана. Журналистам продемонстрируют технодемо, не имеющее отношения к играм компании. Так что сразу расслабьтесь. В нем женщина-ученый перемещалась по лаборатории, выполненной в стиле стимпанк. Почему-то я вспомнил Overwatch, когда увидел кадр. Как будто новый герой Overwatch показывает. Это мама Мэй. Благодаря этому авторы Windows Central смогли сравнить графику на Xbox One, Project Scorpio, подключенного к HD дисплею, и Project Scorpio, работающим в режиме 4K. Павел вам сейчас показывает. Там три одинаковых картинок. Да, с мобильного особенно смешно смотреть. Я читал, потому что такой, окей. А прикинь, новостник прикольнулся, и Роман Новиков просто вставил три одинаковых картинки и сравнение одинаковых картинок. Также Microsoft отметили, что студии, работающие со Scorpio, смогут улучшать графику в своих играх, задействовав все шесть Терафлопс производительности будущей консоли. В качестве примера компания показала две модели божьей коровки. Просто так. Забавно, что количество Терафлопса и Скорпио столько же, сколько на мужском накачанном прессе. Шесть. Не восемь? Черт. Я не знаю. По-моему, шесть. Откуда мне знать? Я стивусь. Сикс Пэк. Модель с Xbox One, отрендеренная в 4К, выглядела менее детализированной, чем на насекомое, сделанной из ассетов для Project Scorpio. Ну, я посмотрел очень внимательно. Вторая муха действительно чуть более графонистая. Это не муха, это жук. Ладно, окей. Божья коровка вторая. Более графонистая. Да-да-да, я тут выяснил недавно. Ладно, не буду говорить. Не стоит. Я вспомнил про регби просто. Про регби? Да. А, ну и да, я думал, что регби... Не только ты. И американский футбол это одно и то же. Многие, оказывается, среди окружающих меня людей не знали разницы между регби и футболом американскими. Я был расстроен. Я рад, что узнал об этом раньше, чем оказался на поле для регби. Да, там ведь нет защиты. Да. И уважения. Никакой, да, игра без защиты и уважения. Так вот, по поводу божьей... Ну да, она выглядит более детализированной. Ну, видно там, типа, вот по ножке очень хорошо видно. На второй фотографии на ножке эти... Ворсинки. Ну, на первой нет. Нет, безусловно, они есть, но просто мы, сука, мощность консоли оцениваем по морсинкам на ногах, божьей коровки. Майкрософт. Взяли бы тараканов. Злободневная тема. Обычным станком. Вот да, да, реально. Да, да, да. Вид. Станком Скорпио. А тут пусть отрастает. Вот, теперь буду брить свои ноги... Графонистыми мухами. Обычным. Иксбокс Ван. Редактор Windows Central Jazz Cordon остался доволен уровнем графики и количества ворсинок на ногах божьих коровок, продемонстрированным Скорпио. И отметил, что игры смотрятся лучше, чем на Xbox One. Даже на стандартных HD дисплеях. Показали же технодемку. Ладно, неважно. Вот. Скриншоты показывают, насколько лучше может стать графика в старых проектах с Xbox One. Не способных задействовать всю мощь будущей консоли. И, ну, там, 6 Терафлопс и все такое. Выход... Кстати, это была бы крутая пиар-компания. Ну, то есть, человек Xbox Scorpio и у него 6 кубиков. И было написано, мои Терафлопсы. Мои Терафлопсы и стрелочка такая. Да, да, да. Блин, почему Microsoft не может взять и до E3 реально... Довести Xbox Scorpio! Уничтожиться! Нет, показать 10 минут Gears of War 4, например, на Скорпио. А зачем до E3 показывать? Ну, просто, потому что, ну, уже пошла какая-то подача информации, которую либо мы считаем Терафлопсы, либо мы показываем ворсинки на мухе. Ну, камон. Ворсинки на божьей коровке. Ну, такое. Ну, то есть, я хочу настоящую игру. Зачем техно... Просто показали бы Gears of War 4, насколько идет вот так. Ну, на мой вкус, ворсинки на божьей коровке лучше, чем Gears of War 4. Ну, да, там можно хотя бы в кооперативе играть. А тут на 6 человек кооператив. Я знаю, хотя бы полторы минуты. В божьей коровке же 6 ног. Да. Кооператив на 6 человек. И смысл передвинуть божью коровку. Да. Отличная игра. Я чувствую, именно так я вижу эксклюзивы для Microsoft в ближайшее время, причем. Вот, ну, то есть, блин, и потом Мор от E3, например, в конце ролика, и все. У людей сразу все вопросы отпадут. Я, кстати, с тобой не согласен. Знаешь почему? Потому что мне кажется, что, ну, то, что ты покажешь Gears of War 4K, ну, типа, ну... Ну, то есть, какие-то новые игры, которые поднимутся миссионные, фиг с ним. Ну, не в 4K даже, а в, ну, на Скорпио все-таки. Ну, ладно, Gears of War уже вышел. А тут, а тут другое дело. О, боже, я коровка. Если покажут Halo 6. А, ну, блин. На Скорпио. Даже новое. Это будет интересно и необычно и, ну, охренительно. А, ну, Gears of War, ну, или Gears of War 5 пусть покажут. Ну, это уже, вот, как бы, и тричная. Ну, просто, понимаешь, пошел какой-то слив информации про Скорпио, и крупные сайты пишут. И вот уже все больше и больше журналистам показывают. Но показывают какую-то муть. То есть, даже демку Фарзы нам не показали. Сказали только, это хорошо, это очень неплохо выглядит, да, очень слабо. У нас есть демка того, как мы показываем демку Фарзы. Да, да, ну, то есть, блин, камон. Демка того, как мы смотрим, как нам показывают демку Фарзы, знаешь, там 30-секундный ролик. Реально, большим издевательством было бы, да, только лица журналистов показывают, которые смотрят Скорпио. Нихрена ж себе! Просто впечатления супер восторженные у всех журналистов. Вот то, что показывают, ну, реально, чувак... Ну, как, восторженные от картинки, но и от игр, а игр-то... Да, ну, восторженные от картинки. Где игры-то? Ну, реально, вот, как бы, чувак, демонстрация Скорпио. Три одинакового скриншота женщины и три одинакового скриншота женщины в сравнении. Я не вижу вашу Скорпио, я не вижу ваши руки. Ты видишь женщин? Я вижу картинки. Возможно, это лучше. Возможно. Выход в Project Scorpio намечен на конец 2017 года. Представители Microsoft выразили надежду, что консоль с самыми мощными техническими характеристиками кого-нибудь заинтересует на рынке, поможет компании вернуть внимание разработчиков мультиплатформенных игр. Да. Ну, как это, блажен, кто верует. Тепло ему на свете, как говорится. Да, будет выходить Battle on... Battle... Господи, я забыл, как играть. Player on Loans Battlegrounds. Господи, за это серьезно должен быть специальный адд для людей, которые придумывают такие названия. И там разработчики доктора Кавашина, Brain Training, How Old Is Your Brain, сидят такие в котле. О, привет, присаживайся, я нагрел, хотел. Они там дьяволы. Да, они там дьяволы. Кстати, у него есть обличие дьявола, у доктора Кавасима из игры для Nintendo DS, так что все уже готово. Кстати, зачем, интересно, никогда об этом не задумывался, но видел, скажем, что ты. Так вот, поговорим про Хейла, которые должны были бы показать, чтобы заинтересовать. Фил Спенсер сказал, на этой Е3 никаких Хейла и Гирзуфор, может врет. До свидания, Фил. Приятно было познакомиться. Я пошел на пресс-конференцию с Соней. Да. Создатели Хейла 5 пообещали уделить более пристальное внимание главному герою серии в шестой части. Почувствуйте абсурдность этой новости. Это ужасная новость. Больше внимания главному герою. Это, кстати, вот после такого мне вообще не хочется играть в Хейла. Это сарказм? Нет, я абсолютно серьезно. После такого мне не хочется играть в Хейла, потому что сейчас Захар вам расскажет, и я объясню почему. Потому что надо сначала историю рассказать. Подожди, про что, про Хейла? А, окей. Я объясню, почему, потому что из-за таких новостей. По словам представителей студии 343 Industries... Просто так получилось, я сейчас объяснил, но Захар расскажет. Я такой, что я должен рассказать? По словам представителей студии 343 Industries, работая над Хейла 5 Гардианс, Они не думали, что главный герой франшизы Мастер Чиф так важен для поклонников шутера. Именно поэтому сюжет пятой части был сфокусирован на других персонажах. Подобный подход вызвал неоднозначную реакцию критиков, в целом положительно оценивших проект и их пользователей. Об этом рассказал режиссер игры Фрэнк О'Коннор. Мы хотели преподнести игрокам сюрприз, но многие фанаты, в особенности поклонники Мастера Чифа, оказались разочарованы нашим подходом. Я не верю, что он всерьез. Ну ладно. Ну, в этом и проблема, походу он всерьез. Подобный отклик фанатов заставил разработчиков пересмотреть сюжет серии, и, по словам О'Коннора, сейчас 343 индустрии с полной мере осознают важность культового героя. Реакция поклонников была очень сильной, и мне кажется, что сейчас Мастер Чиф важнее для франшизы, чем когда-либо, говорит режиссер Halo 5 Guardians. Помимо этого, разработчики пообещали, что история шестой части будет более реалистичной, и не стоит поклонникам ждать появления новых персонажей. Точная дата релиза Halo 6, выходящая на Xbox One и ПК, пока что неизвестна. Вот эта строчка меня удивила. Нет, это меня вообще не удивило. Динансировано, а уже платформа Xbox One и ПК. У них все эксклюзивы на Microsoft, теперь выходят и на ПК. Опять же, Фил Спенсер говорил, что мы будем делать отдельные игры для Xbox One и ПК. Не говорил он. Это была его фраза, говорил. Говорил. Нет. Возможно, речь о... Он вышел на E3 и сказал, что все игры теперь будут Xbox Play Анивер. Все. После этого на GameMai я читал новость по поводу того, что Фил Спенсер уже скорректировал эту высказку. И я бы... Опроверг себя. Я бы опроверг GameMak немножко. Давай пройдемся по Halo. Так вот, пройдемся по Halo. Мне не интересна игра, в которой разработчики, во-первых, слушают поклонников. Это абсурд. Ты, потому что такие разработчики не вызывают уважения. А Джефф Каплун не вызывает эти уважения? Нет, это другое. Это не синглплеерный проект. Ну да. Это типа мультиплеерный, там баланс, там, ну, типа, немножко другая история. Здесь, и я, кстати, не думаю, что Джефф Каплун вообще слушает. Ну, посмотри, как он комменты читает и как он хихикает. Мне кажется, он такой, я купаюсь ночью в деньгах. Ваши комменты такие забавные. А утром в дерьме? Нет. Вот такой вот я странный человек. Давайте почитаю ваши комменты. Вот. И, понимаешь, ну, как вот Кодзима. Представляешь, Кодзима бы начал слушать поклонников вообще. Это был бы такой вообще крах. Но с точки зрения фан-сервиса он, ну... Нет, в том плане, что, типа, ты делаешь произведение искусства. У тебя есть вижн. Ты делаешь проект. Понимаешь? У тебя, если ты действительно, ну, достойный, ну, как сказать, разработчик, создатель чего-то, ты не будешь слушать люди, ты делаешь что-то, за что тебя любят. А тут, как бы, это франшиза уже. Они делают то, что, ну, то есть, изначально же Банджи, ну, типа, делала Хейла и, типа, делала его так, как хотела. Вот. А тут чуваки такие, ой, ну, что-то вот мы сделали игру без мастера Чифа, все там, типа, начали нервничать. Ну, просто мало. Да, я в курсе, да. Без мастера Чифа в главных ролях, естественно, об этом речь. Вот. И, типа, все начали нервничать, все, мы сейчас вернем, все как было, только не переживайте, мы сделаем для вас то, что вы любите. Вот это вот что? Серьезно. Ну, типа, у меня уважение к Хейла сразу, типа, такое, типа... Ну, это 340-ти рейтинг. Я не хочу покупать игру, которая собрана фанатами серии, причем, ну, не напрямую они работают и разрабатывают, а просто они говорят, мне не нравится, что нет мастера Чифа, верните мне его. Ну, типа, окей, ладно. Проблема в том, что они... О, мы уже, это как мамка с сыночком, понимаешь? Они вместо мастера Чифа просто предложили вату, вот в чем проблема. Никому не было бы, никто не возникало бы, если бы Лок оказался бы охренительным персонажем. Они просто слили то, ради чего они, по сути, мастера Чифа подвинули в сторону. Тут речь о том, что надо соблюдать баланс, надо понимать, что, ну, типа, что, если ты делаешь продукт некий, у тебя должен быть, ну, свой посыл в нем. Это да. Что ты должен его... А так, такое ощущение, как будто они сами не знают, что делать, вот фанаты ругаются, они такие, ну, вон, мы поменяем все обратно. Ну, отчасти это попытка, ну, то есть фанатская реакция была в разрез с ожиданиями 343 Industries, это уже как бы при плохой игре они стараются как-то выкрутиться. Знаешь, в этом плане мне очень нравится Фил Фиш, именно в этом плане. Он такой, пошли в жопу вообще, не буду делать вообще. Да я бы не достойный Фетс 2, я не буду делать, круто. Он сделал реально крутую игру, а интернет зашел на говно. Просто на говно. Никто не сходил на говно, у него очень высокие оценки, а выше восьмерки. Нет, пользователи его там замучили в Твиттере, ну, реально чувака достали просто. Там по другому поводу, по поводу какого-то скандала, связанного с тем, что подруга спала с кем-то там потом с журналистами за оценку. В одной истории. Игру в целом хвалили, просто не глядя, что она великая, как он хотел. Она, ну, она очень крутая. Вот, очень хорошая. Студия Бомжей. И он такой, все, пошли в жопу, не буду делать игры. Ну, то есть, вот, у него есть четко, если бы он делал Фетс 2, он бы не ходил бы, не говорил бы, что, если бы фанаты сказали, сними Фетску у главного героя. Он бы не стал бегать такой, о боже, мне же фанаты попросили снять Фетску, у главного героя я сниму. Нет. У Фила Фиша нет корпорации Майкрософт, которая держит его за яйца и говорит, если следующий Хайл не принесет 6 миллиардов и из-за него не будут покупать консоль, эти яйца раздавятся. Поэтому спасибо. Сони не идет к Naughty Dog, ну, глобально. И фанаты, ну, не так, ну, не влияют таким образом. То есть, они же сами делают то, что хотят. Я бы сказал, фанатов надо слушать, но при этом продолжать, типа, свои... Есть такая права, которая в чате написали, прислушиваться. Прислушиваться, абсолютно верно. То есть, прислушиваться стоит, не значит, что они предлагают полную фигню, но вот-вот еще бегать, еще так оправдываться, типа, вот, мы обязательно вернем, не переживай. Знаете, вот это вот вообще... Ну, а все, я бы глобально хотел, чтобы в Хайл 6 был мастер-чиф и было какое-то завершение трилогии. Я бы глобально хотел, чтобы Хайл сделал человек, который сделал хорошую, качественную игру, не неважно, чтобы нам был мастер-чиф. Там мир есть с этим, как же крутой, богатый и без мастер-чиф, он отлично себя чувствует. Но его история не закончена. Это другой вопрос. Ну, типа, сделайте, просто круто. Она была закончена, потом ее снова открыли. Зачем бегать и оправдываться? Ну, зачем бегать и оправдываться? Потому что они не оправдали ожидания, и вот и оправдываются. Ну, и все. Хайл 5 отличный мультиплеер и сливная сингловая компания. Надо, чтобы купили Хайл 6. Не знаю, у меня как-то вот от таких новостей я такой, ну, блин, чуваки, вы хотите, чтобы ваш продукт, типа, ценился? Ладно. Сериалы... Нет, донаты и кино. Донаты и кино, да. Окей. Откуда, 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 откуда? Диджей Вайт Стрит русал с Атен и пишет, Арик, немного вопрос не в тему. Ты смотрел фильм в центре внимания? Если да, то что в центре? Что-то очень знакомое. Спотлайт. Это победитель прошлого, по-моему, Оскара, прошлогоднего. Про педофилов в церкви. Да? Нет. Да. Нет, не смотрел. Робот из Тибирски, 21 рубля. К сожалению. Но я запомню и постараюсь посмотреть. Что-то барышня на примерах настолько графонистое, что еще чуть-чуть они будут сравнить графон Майнкрафта на разных версиях консолей. Не такая уж и шутка, учитывая то, что сейчас в Майнкрафт принадлежит компания Майкрософт. Они вполне могут показать нам Xbox Scorpion мощь, то есть мощь Xbox Scorpion вполне могут показать на Майнкрафте. Мне, кстати, кажется, что это случится на E3, анонсируют очередную обновку. Это будет такой абсурд. Скажут, теперь мир рендерится на расстоянии просто в России, к примеру, и возможно даже посвятят. И не удивлюсь, буду неудивлен, если так и будет. Потому что, помнишь, показывали HoloLens, пример, Майнкрафт. Показывали VR, пример, Майнкрафт. Ну, HoloLens я понимаю, потому что на нормальную игру югать. Ну, в прошлом году выходил Джон Кармак и рассказывал про Майнкрафт и про кооператив. На сцене этому было отведено достаточно времени. Слушай, ты не представляешь, Майнкрафт до сих пор очень туманит умы. Популярен, да. Ну, то есть я вот ездил к своей подруге в гости, ее шестилетний сын. Построил ей дом из Майнкрафта. Сидит, смотрит летсплеи по Майнкрафту. Да? Постоянно в метро школьники сидят, смотрят летсплеи по Майнкрафту. Это нормально. Ну, Майнкрафт индустрия образующая игра. Мне она абсолютно не близка, но Майнкрафт, он изменил представление об... Вопрос в другом, что мне кажется, что люди, которые играют в Майнкрафт, по большей части своей, они не смотрят Е3. Нет, они психически здоровы абсолютно, потому что посмотри на Павла. Я любитель Майнкрафта. И Павел такой, знаешь, в стиле Майнкрафта, там со мной все в порядке. Вместе втроем сыграть. Да я утрирую просто. Я не люблю Майнкрафт, не моя тарелка супа, но понимаю, за что его любят люди. Ну вот, ладно. Сейчас можно поставить замок с электричеством, подвалом, подземный парковник, торговым центром, съесть хот-дог и поджарить свою бывшую. Все? Да, перейдем к сериалам и кино. У нас сегодня одна новость, она заключается в том... Лучше другой. Да, одна новость лучше всех. Вчера был День Чужого. Чужой мэн, вылайн-индис гайз. Да, собственно, в связи с этим у нас немножко формат другой. Просто День Чужого. По деле, расскажем сейчас друг другу, дощепательные истории про Чужого и разойдемся. Обнимемся, поцелуемся и разойдемся. Собственно, 26 апреля фанаты всего мира празднуют День Чужого. Уже отпраздновали, я вот вчера активно праздновал. По этому случаю собрали лучшие материалы, которые у нас были. Это хроники Игровой Силеной Элиенс, о чем будет фильм Чужой зовет в гости. Чужой зовет в гости 2. На вписку. Что не так с сюжетом по франшизе Элиенс? Вы можете их потом по ссылочкам пройти посмотреть. Вообще, не у многих фильмов есть свой день. Да, согласен. Который празднуют. Потому что, блин, ну я не знаю, Чужой это одна из самых... Ну, да. Маза Форс. Да. Да. Четвертое мая. Да, да, да. Я, кстати, не знал, что есть день Чужого, на самом деле. Его, наверное, не так активно все же форсят. Ты смотрел? Давай побеседуем об этом. Поговорим про Чужих. Я крайне уважаю эту вселенную. Я небольшой план вселенной. Я смотрел только три фильма. И все. Ну, то есть, Alien Isolation. Ты мог бы догадаться, когда я сказал, что я рад, что отменили игру по Alien Isolation. Нет, я очень большой поклонник серии, но я не играл в Alien Isolation, потому что, ну, мне просто не близок этот геймплей. То есть, у меня нет предрассудков в этом плане. Мне в целом понравились фильмы. Мне понравился даже... То есть, какие смотрел? ...Прометей. Первые три. Первые три. Да. Вот. И Прометей. Жаль, ты пропустил четвертый. И пойду смотреть. Он отвратительный? Он... Да. Если коротко, да. На какой-то моменте я понял, что для дальнейшего понимания там начались в том числе и кроссоверы какие-то из серии Чужой против Хищника и вот это вот все. Да, это вообще отдельная история. Я понял, что для понимания мне надо наверстывать еще из какой-то другой вселенной. Там в том числе и Хищника, которая мне не близка была вообще. Я решил остановиться. Они не связаны. Я не знал об этом. Да. Насколько я знаю, потому что Чужие в фильмах про Хищника, наоборот, Хищники в фильмах про Чужих, да, не упоминаются. Подожди, а есть же еще тема, история из темы, ну как Tekken vs Street Fighter, Street Fighter vs Tekken. Где-то главный из серии Хищника, где-то Чужой или нет? Нет, там просто Чужой против Хищника. Это одна вселенная. Да. Окей. Хорошо. Вот. Есть еще вселенная Хищника отдельно. Да. Да, это я в пульс. Вот. Вот это Мишанина, конечно. Там, нет, ну там просто забей. Есть Чужие все. Вот есть серия Чужих. Да. Это три фильма или четыре фильма? Нет, их много. До Прометея было. До Прометея было четыре. Четыре. Значит, один всего лишь не нагнал. Четвертый, получается. Четвертый. Ты его посмотри, потому что он очень... Во-первых, его снял, как его, Жан-Пьер Жене, или нет? Жене, да? Жан-Пьер Жене, это режиссер фильмов, например, Амели. А, ну это годное кино в другой категории. Да. Абсолютно. Это ванильный Чужой, если да, то я уже качаю, потому что это звучит как мечта. Там очень крутой актерский состав, помимо Сигурни Уивер, там еще играет, по-моему, господи. Очко играет, когда ты смотришь этот фильм. Это да, безусловно. Одно из главных действующих лиц. Рон Берлун там играет, как минимум. Человек, который подарил свой голос вступительному ролику всех частей Fallout'а. Помимо этого, вы его знаете как Hellboy, например. Кроме последней, по-моему, там все же в четвертом Fallout'е вроде не его голос. Про это были споры активные в интернете. Это же он. Я, правда, не помню итогов. Я почти на 100%. Я могу ошибаться, но это он. Может, это человек спорта уже. Я могу ошибаться, но это он. Но это точно он. Вот. И там... Блин, кто же там играет? А, Вайнон Райдер, да. Спасибо, чат. Люблю тебя. Ну вот. То есть там очень крутой каст, но там происходит какая-то ересь. Ну, в Прометеи тоже происходит ересь. Ну, нет. Не настолько. Там, понимаешь, там ключевой момент одного из нового типа чужих, а они выглядят просто не мерзко, а тупо и урон. А гигер рисовал? Нет, там какое-то дерьмо. А, ну понятно. А не чужой был. В общем, его высосало через вот такую вот щель в космос. Чужого или... Чужого. А, угу. Вот. Ну, то есть там много абсурдных решений. Кажется, чужой мог бы, знаешь, если бы он начал высасывать в космос, он бы просто заткнул своей башкой вот этой большой, типа, дыркой. Пук! Да. И все. Он заткнул, а потом... Да. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что в целом этот вот Жамбер Жены, я дико уважаю его творчество. Я обожаю город потерянных детей, Амели, там, в общем, деликатес. У него очень много крутейших фильмов. Но Чужой 4 не крутой фильм, к сожалению. Первые три я обожаю вообще, люто. Ну, то есть, есть люди, которые, ой, Чужой 1 что-то так себе. Вот второе это круто, там, или, там, знаешь, третье говно. Вот первое это круто. Они же довольно слитненькие. Они абсолютно разные. Ну, и при этом это как бы... Это одна... Нет, там, естественно, одна чужая история, но это три фильма разных жанров. То есть, первый это абсолютный хоррор. Да. Это один хоррор с одним чужим. По мне. Ну, вот тут, вот для меня нет лучшего. Потому что это как бы, ну, Оринджер. Три фильма, они все три разные. Все три вышли из-под пера крутейших режиссеров современности. Это, типа, первый это, собственно, это Ридли Скотт. Второй это Джеймс Кэмерон, известный вам по фильму Терминатор, например. Ну, и Аватар, когда он там вторая часть еще выйдет. Да. Вот, то есть, человек, который, ну, типа, в целом в своей карьере плохих фильмов-то не снял. То есть, у него там их было всего несколько. Но все фильмы крутые, да. Вот. А третий снял Дэвид Финчер. Вот. Это такой... Я, кстати, не знал про Кэмерона и Финчера, но просто я смотрел относительно в подростковом возрасте, я тогда еще не разбирался. Вот, Финчер, который там снял, ну, как, Бойцовский клуб, там, Семь, Игра и так далее. Да, ну, то есть, когда они зайдут в бар, будет круто. Да, и тут еще с ними за Шан Пьер Жены тоже очень круто, с очень крутым подслуженным списком своих фильмов, кроме «Чужой 4». Ну, то есть, такое... А как тебе Прометей? Прометей мне при всем, вот, типа, говне, который можно, там, изливать на него бесконечно, и, там, наши коллеги, один особенно, наш коллега, который очень любит ругать все, игры и кино. О, Сергей, Тилюрик, Анну-Люта, наверное, я очень, я очень люблю Прометей, мне очень понравилось. Мне тоже понравилось, потому что там реально абсурдные, там, дикие огрехи, но почему-то это интересно смотреть. Там есть супер тупые моменты, и даже интересно пересматривать, я очень... То есть, я их прекрасно понимаю, о, типа, о, мы ученые, снимем шлем, все нормально. Какой ты красивый, какая ты красивая. Ну, неведомая планета, да, о, какая-то неведомая инопланетная хрень, которую я вижу, я бы, вот это как, я не знаю, если я приду в джунгли, там будет много всякого говна, которое я не буду трогать, я к нему не подойду, я убегу из джунглей подальше, я никогда не буду, ну, то есть, вот это все, там есть много таких нюансов, которые, ну, с логикой не имеют. Ну, атмосфера, она похожа вот на то. Атмосфера и то, что тебе показали этих космических жакеев, потому что в первой части ты смотришь, и он такой лежит на этом корабле, очень красиво, очень прям все, и тебе хотелось всегда узнать. И я, в принципе, не разочарован, и начало, оно такое интересное, дает тебе тоже пищу поразмыслить, там, вот это, вот это мне очень близко, скажем так. Короче. Поэтому я очень хочу. День чужого, да, мы ждем завет. Второго прометрая. Несмотря на то, что там, да, много уже приспоединили в трейдерах. Да, собственно, появился еще один ролик, очередной, вот, по чужому, я, ну, я перестал уже их смотреть. Сергей Дружко, я думаю, расскажет об этом в новом выпуске своего шоу. Вот, соответственно, ну, там, там довольно сильные спойлеры, по поводу происхождения чужих, и по поводу происхождения... В самом ролике? Я просто не стал его смотреть. Не, не смотри, ну, такие, очень смежная тема, люди в теме, ну, те, которые смотрели предыдущие части, они догадаются, к чему клонят, лучше не смотреть. Вот, но в целом, все равно, уже более-менее понятно, что там будет сюжетный какой-то костяк, но все равно интересно посмотреть, как это преподнесут. Вот, а по поводу вселенной, вот, собственно, робот из Сибири, поставил 101 рубль. Дополню, есть еще вселенная фильмов «Чужой против хищника», есть вселенная игр «Чужой против хищника», и они тоже независимо друг от друга. Про комиксы вообще молчу. Насколько я помню, и если я ошибаюсь, меня поправят, комиксы сначала появились «Чужой против хищника», вот, и потом только появились, ну, игры, я так понимаю, игры и фильмы основаны на комиксах, сначала. Вот, и... То есть, родилась какая-то фансервисная история? Да, какая-то вот такая история, типа, давайте, а давайте. Нелогично какое-то продолжение вселенных, а вот именно как какой-то фансервис. Ну, типа, да, потому что, если я не ошибаюсь, во втором «Хищнике», что ли, у них в трофейной комнате был то ли «Череп Чужого», то ли что-то такое, и вот как-то, типа, видимо, это все свертелось. Вот, и «Хищник» я... У меня «Хищника», кстати, нету. Потому что ты... Есть «День Чужого». Ну, всегда казалось, что «Хищник», он, типа, ну, да, как «Скорбионный мороз» делает. Ну, то есть, в детстве я любил вот это, там, знаешь, ты смотрел «Хищника»? Я смотрел, а три «Хищника» решил не досмотреть. В первой «Хищник», где накачанные мужики в джунглях голые бегают. И вот это я в детстве смотрел, конечно, вот с такими глазами, такие, там, о-о-о, там, та-та-та-та-та-та-та-та, вот это вот все, это было классно. Ну, да. Сейчас я такой, ну... У всех же «Атмосфера» в «Чужом», она, конечно, вот своя. Ну, «Чужой» — топ, там реально «Вселенная» крутая, очень крутой. «Гигер», безусловно, человек, который нарисовал весь дизайн чужих, кораблей, вот это вот все. Ну, вот. Ну, типа... Ну, и «Хищник», где просто... Просто, ну, да, тестостероновая какая-то вот эта история, а тут все же более какая-то такая научная фантастика с элементами хоррора, и это было здорово. Да, и поэтому поздравляем «Чужого» с днем «Чужих». Да, поздравляем «Чужого» с днем «Чужих». Классно, что твою игру отменили. Надеюсь, следующий фильм не будет говном в твоей вселенной. Удачи, успехов, живи долго и процветаю. В любом случае, старое наследие уже никто не отнимет. Да. Дамир писал соточку, пишет, «Для меня Last of Us перевернул моё отношение к играм на все 100%. Господи, как же я жду вторую часть. Надеюсь, Naughty Dog будут выпускать ещё новые игры в таком же жанре и духе». Да, да, Last of Us 2 будет в таком же жанре и духе, безусловно. Бобо-бой, игра «Бобо-бобо» года. Блин, мы все очень, 2000-го года вроде бы все. Конечно, да. Конечно, Last of Us это, блин, это да иван вообще вытряхивать. Last of Us 2, да. Ездить к Sony, ездить не знаю куда угодно, вытряхивать, вымаливать и так далее. Это будет событие. Я уверен, что это будет событие в игровой индустрии. Только когда он выйдет, наверное, в 18-м, не раньше. Я думаю, даже скорее в 19-м. Хотелось бы в 18-м. Может, на Е3 покажут трейлер. Как убивают Джоэла, и всё-таки они убили Джоэла. Давайте. Ну, если бы, вот конференция, если бы 2000, Е3, 2017, началась бы с того, что опять оркестр, там, начинает тёмный экран и трейлер Last of Us 2. Да, грибы. Грибы, точно. Мы туп-грибы. Я выключу эту трансляцию и уволюсь тогда. С кликерами просто сделаю этот клип. Было бы отлично. Тему дня представит Захар. Захар. Самый захаристый Захар. А, доброе утро, дорогие друзья. Activision опубликовала первый трейлер Call of Duty World War II и поделилась подробностями об этой игре. Презентация состоялась на официальном Twitch-канале игры. По словам генерального директора игры, нет, Activision, Эрика Хиршберга. Кстати, о Бобе Котике. Что с ним? Он не генеральный директор Activision, разве? Где Котик? Мяу. Он президент, да? Что могу тебе ответить? А, как это? Что, что можно ответить тебе, Бобе Котике? Я принёс вам новую игру, но я не могу её анонсировать, у меня лапки. Компания решила... Не видел эту мему из серии? Компания приняла решение вернуть серию к её корням около трёх лет назад. Хиршберг пообещал, что проект Slashhammer Games, там, кстати, ещё забавно, он давал интервью и говорил, типа, Вообще-то мы думали, что Infinite Warfare это тоже возвращение к истокам, но, типа, игроки этого не поняли. Паша такой грустный из-за кадра. Я понял. Или я пони. Я не расслышал до конца. Мне кажется, Паша пони, потому что у него длинная чёлка из снежного шёлка. Хэштег Паша понял, хэштег Паша прав. Паша пони. Паша пони. Блин, есть уже один Паша пони. Да, к сожалению, уже занят. Паш, давай заканчивай, у нас есть свой пони. Хиршберг пообещал, что... Да не ты, Паш, я проторгул Пашу. Похож на тебя, только спокойный. Только пони. Только пони. Хиршберг, чёрт по дюре, пообещал, что проект Slashhammer Games в полной мере отразит масштаб конфликта, но в то же время расскажет игрокам глубокую личную историю. Без русских. По словам основателей Slashhammer Games... И это нормально. ...Глэна Скофилда и Майкла Кондри, в процессе работы над игрой студия провела масштабные исторические исследования. Шофилд отметил, что для разработчиков было важно, чтобы новая часть получилась максимально реалистичной. Это относится как к локациям, так и к реализации игрового оружия, которое выглядит и звучит как его реальные исторические аналоги. Актёры Джош Дюамель из Трансформеров, Джонатан Такер из Техасской резни бензопилой и Джеффри Пирс, озвучивший Call of Duty Ghosts и Call of Duty Infinite Warfare, рассказали о сюжете будущей игры. По словам Дюмаэля, история проекта будет сфокусирована на отношениях между солдатами в небольшом отряде, проходящем войну, начиная с высадки в Нормандии. Скофилд отметил, что пользователей ждёт сильный женский персонаж в лице главы ячейки французского сопротивления. Помимо этого... Ну конечно, у нас есть сильные женщины. Серьёзно, лучше бы они в игре просто их сделали, они говорили, а вот зачем, серьёзно, вот зачем лишние... Да ты ещё и обыграешь, типа они такие, стойте, я чувствую, как к нам приближается сильная женщина. Тут он выходит из кустов и говорит, я сильная женщина. Глава французского сопротивления сильная женщина. Ну я надеюсь, что они не настолько поехавшие совсем уже. И такой полигон. Да. Со слезами просто. Нет, нормальная история, как бы, во время Второй мировой войны, ну как бы, много женщин участвовало, было на фронте. Да, просто это не выпячивали. Моя бабушка была, блин, на фронте. Ну то есть, ну блин. Но. Зачем? Ну то есть, серьёзно. Ну хорош. Это просто полигон меньше, чем за три часа после анонса Call of Duty написал статью, что в ней не хватает расового разнообразия. И полового. Серьёзно. В Infinite Warfare. Нет, в World War II. А. То есть, меньше, чем за три часа после анонса. Ну в общем, это вот как история примерно с Call of Duty. У меня такие вещи есть с Halo 5, Halo 6 точнее. У меня немножко, знаешь, вот эта франшизовость этих всех проектов. Ты прям чувствуешь, как душа уходит из них абсолютно. И это остаётся бездушный такой, ну, проект. Игра-холоп от студии Бомжа. Притом, что в принципе мне, я посмотрю, ну давай, ты закончи, я, да, обсудим. Да, окей. Помимо этого, разработчики рассказали, просто для того, чтобы за три часа написать и публиковать статью, это надо сразу после анонса забомбить, сесть и начать писать. Нет, надо просто с этой целью смотреть трейлер. Надо записать заранее. Вообще да, как бы. Надо написать заранее и просто потом нажать и публиковать. И знаешь, у них есть некая форма, где кого-то, где-то кто-то кого-то оскорбляет. Целыми абзацами. Нет, не пустые ячейки, где надо подставить нужное. Call of Duty в раз. Чернокожие женщины или там какой-нибудь... Искусственный интеллект, гей Борис, который делает это сам себе. В этой игре обидели, подставьте нужное слово, чернокожих там и так далее. Ну, типа вот реально полигон вот всё время. Генератор статей полигона. Всё время вот я очень как бы за то, чтобы всё было, типа, равенство там, всесчастливые, мне вообще без разницы. Глобально. Вот. Ну, меня раздражает, что это прям вот тебе вот, вот, смотри, у нас есть сильная женщина. Слушай, ну, нашли свою фишку и отрабатывают её, ну, серьёзно. Зачем? Я про полигон, а разработчики просто хотят всем уходить. Я хочу, чтобы сделали игру, где будет сильная женщина, а не будут говорить о том, что они делают эту игру. И такие чуваки из Electronic Arts, возьми Star Wars Battlefront 2, у нас главная героиня сильная женщина. Ну, вот, да, тоже, ну, никто же не бегает в Star Wars и говорит, что вот, у нас женщина сильная в главных ролях, смотрите, ну, здесь тоже Horizon, никто же не пушил это. Ну, в интервью, когда спрашивали, пушили, но сознательно не акцентировано это внимание. Ладно, рассказали, помимо этого, о мультиплеере игры, будет включать новый способ создания персонажей класса в сюжетный режим война и штаб, в котором, это два разных режима, в котором игроки смогут взаимодействовать и общаться с друзьями, кооперативный режим проекта, о котором стало известно после утечки, расскажет о борьбе с зомби-нацистами. К сожалению, да, мы не подумали об этом, когда мы говорили про кооператив, мы такие, ой, кооператив, как здорово, как классно, интересно, да, кооператив в Call of Duty, как необычно, как свежо, история отряда, и такой, да, и тут зомби. И ты такой, блин, а в Call of Duty же есть зомби-режим, мы же вообще не подумали, что они просто, это будет очередной зомби-режим. Ну да. И ты такой, сразу, поугас чуть-чуть, энтузиазм. Да, слегка ты такой, пойду-ка я, посплю. Впервые режим, посвященный ожившим мертвецам, появился в Call of Duty World at War, последней части серии, действия которой разворачиваются во время Второй мировой войны, так что в этом смысле тоже возвращение к истокам. Бета-тестирование мультиплеера стартует за несколько месяцев до релиза, принять участие смогут покупатели, оформившие предзаказ на игру. Владельцы PS4 смогут принять участие в тестировании Reinsh и остальных пользователей. Call of Duty World at War 2 будет доступна в изданиях Base, Deluxe и Pro. Два последних издания отличаются от базового набора, в том числе наличием сезонного пропуска. В комплект Pro-версии также войдет стилбук с дополнительными материалами из игры. Разработчики пообещали поделиться еще большим количеством подробностей о проекте на выставке E3. Релиз состоится 3 ноября на ПК и игроксона PS4. Свича нет. Печально. Да. Свичально. Свичальные новости поступают из стана Нинтендо. Я хочу сказать, что у меня очень двойственные чувства. Да. Такие очень дуальные. Да, я, конечно, в Call of Duty же. Ну да, самый дорогой шутер. Как бы ты к ней не относился, но типа анонс в Call of Duty это анонс в Call of Duty. Все трансляция, сука, лагала у них на той стороне. Вот анонс самого высокобюджетного шутера каждый год. Решили сэкономить. Бэ, 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 бэ на фоне этой стенки. Решили сэкономить. Ну блин. Надо было сезон пасту купить, чтобы была хорошая трансляция. Ну да, наверное. Ну трансляция это же всегда риск. Ну понятно, но все же, знаешь, такой заходишь. Ну блин, активизм. Как-то впечатление подпорочное. Я, по сути, уже на ютубе посмотрел. Ну я тоже, да. Я смотрел, я вообще забыл, что выйдет. Я его посмотрел типа в час ночи. Потому что я вообще забыл про него. С свежим трезвым взглядом. Конечно, у тебя был стулкер и битва за стулкер, за мониторы LG. Все, все справедливо, не до колды было. Еще до этого, да, очень много делал. В общем, нормальный день я вчера провел, так что вообще забыл все. Так вот. С одной стороны, мне хочется хорошую, крутую Call of Duty во Второй мировой. Ну? Но то, что я увидел в трейлере, меня немножко расстроило. Я честно хочу сказать, мне не понравился. В трейлере я увидел нарезку из фильма «Спасти рядового Райана». Все. Ну что, понимаешь, они еще... Это то, чем вы хотите... То есть я говорил, что я хочу игру уровня «Спасти рядового Райана». И сделана она качественно. Выглядит качественно. Да, но я не... Ну, это как сказать, я хочу, чтобы игра была такой. Но я не хочу в анонсирующем трейлере смотреть вот, ну, типа, женерик нарезку из чего-то про Вторую мировую войну. Очень круто, очень красиво. Красиво, зрелищно, это колдано. Мы должны победить. Да, да, там, не отпускай меня. Вот это вот все. Типа, мы его потеряли. И, типа, добро пожаловать там в кровавый отряд «Кровавые анусы». Там вот это вот все. Это мультиплеерную часть показали. И, типа, все хорошо. Ну, ты такой думаешь, блин, я не удивлен. Да, выглядит... Я хотел бы... То есть я смотрел трейлер «Инфинит Варфейр» и тебя удивляло. В конце ты взлетал, блин, в космос. Ну, и трейлер начинается с высадки в Нормандию. Да, и трейлер... И это добавляет еще больше. Сразу настраивает на лад, типа, меня не удивят. Вот, типа, если трейлер начинается с высадки в Нормандию, я ничего в нем не увижу вообще. Очень круто, пафосно, здорово, временами до мурашек. Но это просто выглядит, как очередная игра про Вторую мировую войну. Не очередная. Я бы даже... Ну, то есть не то, что очередная. Это все хорошо. Call of Duty, все будет прекрасно. Но я хотел, чтобы меня удивили. Потому что, ну, блин, когда ты делаешь про Вторую мировую, у тебя есть багаж того, что миллионы людей сделали игры про Вторую мировую войну. Все миллионы фильмов сняты. Есть, ну, эталоны с пастильного Райана. Сделайте игру такой, но зачем трейлер нарезать из того, что видели все миллион раз. Battlefield 1, когда анонсировали, показывали... В конце показали этот дирижабль, все орали просто. А-а-а, дирижабли! Не знаю, какую-нибудь одну деталь в конце вставить. Такую вот, ну, не сильно ожидаю. Не знаю, Гитлер ест куриные крылышки, например. Ну, это очень утрировано, но что-то шокирующее. Что бы выбило тебя из зоны комфорта, а так ты находился просто в ней, пока смотрел весь этот трейлер. Временами пробрало до мурашек. Там был момент, когда он каски сбивает нациста, очевидно, будет какая-то сцена, когда выбьют все оружие из рук, надо будет как-то кутаешить там и так далее. Это все очень большая, сильная моральная нагрузка, но все это было уже... Ну, мне не нравится, что было очень много взрывов, очень много вот этого вот та-та-та-та-та, вот это вот, типа, о, высадка в Нормандии, такая же! Я прямо смотрел кадры. Ну, то есть, они, ну, один в один, как в фильме «Спасти того района». Ну, тоже вот эти пулеметы. Я понимаю, что там просто ничего не придумаешь глобально, что там пулеметчики сидят в докторе и стреляют по тем, кто... Ну, да, ну, ну, ты так... Ну, до этого были слова, мы покажем войну так, как никто не видел, ад на земле, вы прям почувствуете это на своей шкуре. По трейлеру не очень чувствуется. Посмотрим геймплей на демонстрацию. Традиционно она теперь проходит на пресс-конференции Sony, уже из года в год, думаю, в этот раз тоже так будет. Геймплей новой колды, вероятно, покажут именно у них. Интересно посмотреть именно, как в рамках миссии это ощущается, чтобы этот отряд пришел через какое-то задание. То есть, все-таки хочется, то есть, не на резкую скат-сцену видеть, которую просто переосмысленная версия «Спасти рядового Райана», а именно, ну, как играется это. Ну, то есть, как, опять-таки, будет подано высадка в Нормандии, потому что там же полегло просто нереальное количество людей. А почему ты выжил? У многих, кстати, ее так преподносят романтично, ведь это одна из самых позорных операций в истории. Ну, да, там, типа... Ну, то есть, это все было... Это провальная операция, по-своему. Ну, как бы... Там есть просто фраза на эту тему, что не бывает, типа... Без жертв там и сильно. Нет, там что-то... Там фраза, типа, не бывает слишком много жертв. Ну, да. Ну, типа, это переофразирование, типа, ну, жертв ради победы. Ну, то есть, вот, собственно, высадка в Нормандии, она не бывает слишком много жертв, потому что там полегло просто тонна людей, но они взяли этот берег, ну, типа, ценой какой-то адовой совершенно. Вот. Война вообще провальная история, я тебе так скажу. Ну, в целом-то да. Вот. Это уже другая сфера рассуждения. Да, я думаю, про то, что нет... Как почему-то многие переживают, что это... Компании за русских. Компании за... Нет, ну, то, что компаний за русских не будет, мы же обсуждали, да, что... Скорее всего, ну, типа, почему... Это печально. Было бы круто, но... Было бы круто. Но я не считаю, что это как-то критично. То есть для меня отсутствие Battlefield 1 Российской империи более странное, странный выбор, потому что... Все же это не такая знаковая война для русских, как Вторая мировая война. Что-то надоело вот это вот, про знаковое-знаковое. Это все понятно, блин. Ну, и при этом все равно... И не обязан никто включить, потому что воевали... Ну, все воевали. Просто... Ну, давайте сделаем без немцев. Battlefield 1... Они тоже не очень важные части. В Battlefield 1 Российская империя более органично и логично вписывалась. Не согласен. Во второй части советские войска... Ну, потому что ты не дослушал. Хорошо, давай. Хорошо. Потому что там сюжет разбит на разные подразделения, в разных местах. Он подается определенным образом. Там вполне логично встает. Российская империя вообще без проблем. Но ее там нет. Да. Ну, то есть, в итоге, нету компании. Как раз таки можно было сделать компанию за русского солдата отдельно. Да, там этого больше не хватает. Я об этом говорю. А в Call of Duty тебе сразу говорят, это будет история про отряд, который вот прошел всю войну. Там наличие русской компании, ну, или... Я уверен, что это скоро. Ну, которые покажут вам, типа, про охот через войну. Естественно, там будут погибать наверняка члены отряда. Может быть, и все. Наверняка все. В конце умрут. Мне тоже кажется, что все погибнут. И даже слезки пускать. Ну, типа, но здесь у меня нет такого, типа, почему у меня тут русский? У меня есть. Здесь абсолютно нормально. Тебе говорят, тебе говорят, это игра про, типа, вот, американских чуваков, которые проходят через войну. Да. Ну, не локально, это история про этих ребят. Очень жаль. При чем тут компания за Россию? Вообще не понимаю. Ну, потому что война... Ну, понятно. Но тебе в Battlefield тебе говорят, это будет, типа, про Первую мировую, про всю Первую мировую. Вот как раз не совсем. Это будет история отдельных людей. Судьба людей в рамках Первой мировой. Они именно так это и пиарили. Вот именно. Это судьба разных людей. Тут, типа, летчик, танки и так далее. Да. Все они разные. И тут вполне нормально вписываются в Российский мировой. А здесь тебе говорят, это отряд американцев, они будут проходить через войну. И, типа, почему тут должен быть сейчас? Вот именно в этой истории? Как ты впишешь в России? Просто обидно, что война была намного более глобальной и намного более разной. Но русские, наверное, появятся. Они освобождали Европу. Я уверен, что... Я уверен, что будут персонажи, если будут французы, будут все. Я уверен, что будут. Россия... Советская армия по-любому будет присутствовать в игре. Почему обидно, что... Ну, я почти думал, что 100%. Ну, хорошо. Почему обидно, что нет кампании? Потому что раньше была кампания за русских, ни в одной игре в Call of Duty. И ни в одной игре была. И в Call of Duty 2 была, в World of War была, точно. Во второй, да. То есть обычно это уже как бы не новинка для серии Call of Duty. Странно, что в этот раз не стали. И второе, да, это история локальная, история американского отряда. Но это досадно, потому что война была намного больше, чем... Ну, она началась не в 44-м. И в рамках этой же, как бы, с которой начинается Call of Duty World of War 2. Обидно, что просто вот эта вот часть войны, значимую, в которой тоже можно сделать свои зрелищные вам моменты с русскими персонажами, взяли как бы... А зачем? Ну, то есть ты живешь в Америке, ты делаешь... Чтобы сделать просто более насыщенную, интересную и разнообразную... Не, мне кажется, что это не факт. Почему в, не знаю, Last of Us мы играем как в The Joey? Да, да. А дайте мне других персонажей. Ну, то есть... Ну, это из категории, что типа, что... Понимаете, Last of Us полностью выдуманная история. И что? А тут как бы все уже знают, по поводу того, ну, типа, какая была война, кто принимал участие, какие были события, и что она, ну, масштабная шла... Почему я в тылу врага играю только за советские войска? Шесть лет и так далее. Еще немцев играю? Да, вот в тылу врага я играю, я хочу... Не, подождите, можно же за немцев играть? В какой-то стратегии, я не помню, может быть, не в тылу врага, а в какой-то, может быть, в Company of Heroes. Знаешь, в высадке в Нормандии, на пляже, тебе дают поуправлять немецким полигончиком, ты должен выкашивать американских... Ну, честно, когда я узнал, что не будет компании Зародских, я расстроился, потому что раньше в School of Duty она была, и, типа, я бы хотел посмотреть это вот в реализации на Next Game, да, вот это вот, Сталинград, основные битвы, да, атака на Европу и так далее. Было бы здорово. А что смешного в этом? Что смешного? Я вас сегодня слушал, я подумал... У меня возникла в голове просто шутка, которую я не буду, естественно, озвучивать. Ну, ладно, я думаю можно. Я над ней посмеялся. Вот, а так, я серьезно, ну, я не понимаю твоих расстройств, ну, ладно. Точнее, понятно, нет, в целом-то понятно, но это не обязательно, не то ли это минус баллы грязи, то есть это... Нет, конечно, но... Пацифик, по-моему, в сериале, как он, Пацифик, что-то там, ну, короче, есть сериалы, там тоже нету русских. Да, ну, то есть... Ну, понятно. Блин, ну, почему... Ну, в других же... Блин, это просто выбор конкретной истории. Да, понятно, и мне обидно, что разработчики сделали этот выбор. Точно так же, как я могу расстроиться, типа, что выбрали там, не знаю, в очередной раз сеттинг, допустим, будущего, да, я такой в прошлом году Infinite Warfare, такой, блин, задолбалая, что опять объюзит эту тему. И просто раньше оно как бы все было, а теперь вроде как его и нет. У меня ощущения в этом плане схожие скорее с тем, что вот в Battlefront не было синглплееровой кампании. У меня ощущения по этому поводу. Типа, раньше было, а теперь взяли и отняли. Ну, то есть, вот в таком ключе. Хотя, может, история будет хорошая. Но мне не нравится этот шаг. Я всем доволен. Я тоже. Я глобальный, я доволен, я не доволен только трейлером, потому что... Я уверен, что игра мне понравится, потому что я, ну, я хочу поиграть в Call of Duty вот такой, с таким размахом, вторым мировым. Я просто расстроен трейлером, который меня не удивил. Я ожидал, я ожидал чего-то. Зря. Вот. Ладно. Посмотрим. На этом все. До E3 ничего нового не узнаем про Call of Duty, а там поглядим. Да, на этом все. Ну, если никто не сольет ничего. Ну, да. Как этот анонс этой игры задолго до того, как он состоялся, на самом деле. Ну, про зомби-режим там, иская, я вот... Вот это меня расстроило. И когда я прочитал, что кооператив это самый зомби-режим, я понимаю, что его очень любят, что многие любят зомби-режим, многие в него играют, но для меня он, типа, он как бонус. Он для всех как бонус к основой Call of Duty. Вот. И мне не очень интересно именно зомби-история. Ну, это глобально, но там это уже совсем отдельно. Есть маленькая меню и там... Есть маленькая надежда, что это будет необычный зомби-режим. Маленькая, такая крохотная. А типа сделают какую-то... На серьезных щах. Я думаю... Надеюсь, что нет. Я... Вот тогда мне будет интересно. Ну, это надо очень аккуратно делать, конечно. Это надо супераккуратно. Возь, как в Uncharted, ты же злился, кстати, по поводу этой темы. В Uncharted, когда ты преследуешь, такой, оп, что-то там эти подлодки и так далее. Оп, зомби-нацисты внезапно вылетают. Такой, вот. То есть, если сюжет нашписывать, это надо очень... Нет, это должен быть зомби-режим, но он... Мне было бы интересно, если бы он был бы построен по-другому. Ну, в целом, да. Но подача его была бы не такая, что... Хо-хо-хо, светячисти дерьмо всякое. Причем, по-моему, раньше они пытались как-то больше сюжетно обосновать, а сейчас просто ударились в лютый трэшак, чуваки, отдельный режим. Почему зомби? Я не знаю. А в каком появился зомби-режим? В Old at War? А вот мы озвучивали, то ли в Black Ops, то ли в World at War. Нет, точно не в Black Ops. В World at War появился зомби-режим? Да. Вот, я видел в Black Ops и, знаешь, там сюжетная привязка вообще... Слушай, ну, раньше... Мы с Пашей вот недавно показывали ролик, типа, там теперь... Теперь это категория кук-фу, где там? В Сан-Франциско или что это? Слушай, в Black Ops это тоже было супер абсурдно. То есть, ну, это... Это вообще... В этом и сок зомби-режима. Я прекрасно понимаю, что в этом и сок, но меня почему-то не прельщает. Ладно, робот из Сибири закинул 101 рубль, на этом мы и закончим. Обидно то, что раньше колда по Второй Мировой была глобальной и масштабной, которая показывала и американцев, и англичан, и советы, и это ее выделяло. А сейчас просто линейная локальная история. В линейности не вижу ничего плохого, и Call of Duty всегда была линейной. У меня нету... Да. У меня нету хейта по поводу того, что, типа, э, это тигра при пиндосов, как будто это они выиграли войну. Нету, это не про то. Просто можно было удивить, можно было показать разнообразие и геймплейное, и с точки зрения локации, и историческое событие это допускает. Возможно, они сделали правильные выборы, потому что вот разнообразие, которое было в Battlefield 1 в итоге, меня расстроило. А мне очень нравится из старых Call of Duty, которые про Вторую Мировую, Call of Duty 2. И там была топовая компания и в Египте, и в Сталинграде, и, по-моему, в Европе тоже. И вот все три уживались в рамках одной игры, она была очень хорошая. Ну, в общем, живем, увидим. Ну, можем DLC реально сделать там же Season Pass. Вполне могут сделать DLC про другие стороны конфликта. В конце концов, должен же быть этот, как его, Price и Резнов. Да. Было бы классно. Все, это конец. Резнова хочу. Кстати, интересно, будет ли этот... Будет ли Price? Наверное, да. Full Price. Будет Full Price. И даже больше, чем Full Price Plus. А, кстати, про ремастер ничего не слышно. Ничего не слышно. Да. Ладно. Всем пока, друзья. Спасибо, что смотрели. Всем спасибо за донаты. С вами был Артавас Муродиан. Захар Бочаров. Павел Болотский. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК, приходите на будущие трендстации. Сегодня еще пошпилим во что-нибудь. Во сколько? Спасибо. Пока. В три позже. Паши реши. Все. Спасибо, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok